Позвольте начать наше мероприятие, заседание круглого стола, посвященное современным проблемам инфекции COVID-19. Среди нас присутствуют представители различных организаций, среди них практикующие врачи, ученые, специализирующиеся в той или иной области. И мы предлагаем формат нашего круглого стола очень четко ограничить краткими докладами, без вопросов, и в заключение объявить общую дискуссию, потому что сначала нам бы хотелось осветить проблему в целом, как ее видят различные люди, а потом уже уделить немножко больше времени именно практическому обсуждению и выработке нашего общего мнения. Таким образом, я хочу заранее предупредить докладчиков, что регламент выступления 5-7 минут, и давайте постараемся все это соблюсти, потому что все вы, конечно, очень занятые люди, и я думаю, что эффективность нашего мероприятия как раз покажет его заключительная часть. А сейчас позвольте мне предоставить слово вице-президенту Академии наук Республики Татарстан Хоменко Вадиму Васильевичу, который хочет выступить с небольшим приветственным словом. Спасибо. Я встаю, да, или как? Можно? Уважаемые коллеги, ну, действительно, казалось бы, ситуация продолжается длительное время, а мы собрались только сейчас, да? Вот в этом маленький парадокс сегодняшней встречи. Все ждут слова ученых, так сказать, ну, вот, видно, что они дождутся. Ну, что я хочу сказать, ковид это неординарная ситуация, нынешняя, так сказать, вспышка неординарная, ну, вы знаете, ведь за ней последовал мировой экономический кризис, вот так. И на моей памяти, да, по-моему, ну, после гриппа испанки, по-моему, и не было такой ситуации, чтобы, так сказать, мировая экономика была так подвержена, так сказать, эпидемиологической ситуации, за исключением средних веков, там, чума, холера и так далее. Вот, это неординарная ситуация, ну, вот, хотя, казалось бы, медицина и другие отрасли, может быть, подготовлены таким вспышком, да, но вот факт есть факт. Поэтому, значит, к науке, особенно к медицинским, вопросов, в общем-то, много. Что такое ковид? Ну, вот здесь единого мнения нет. Я не медик, но я вижу, так сказать, мнения разделились. Вот, его, как бы, последствия, масштабы, вот, формы защиты, предохранения и так далее. То есть вопросов много. И, в общем-то, мнения ученых, если смотреть, вот, со стороны, так сказать, даже не медика, они разделились. Они разделились, и на страницах информационных издательств, так сказать, мы видим разные точки зрения. Ситуация, наверное, близка к экономике сейчас, может, в других отраслях науки, скажем, в физике, да, есть там классическая физика, есть вот квантовая и так далее, да. Ну, и в экономике тоже. То есть, вот, где-то на пороге разделения мнений, аксиматических представлений о самом процессе, вот, на этом этапе, видно-видно, находятся. Поэтому, что здесь, конечно, охота видеть, это публичная научная дискуссия. Ну, публичная научная дискуссия, охота видеть, так сказать, разные точки зрения. Ну, вот, они присутствуют, безусловно. Ну, вот, и, так сказать, скажем так, апеллирование к одной точке зрения, как видно, в данном случае явно не хватает. Поэтому, вот, такой контакт, контакт, прежде всего, с широкой общественностью, не только медицинской, но и не медицинской. Сейчас он назрел, и, мне кажется, он даже в какой-то степени перезрел. Ну, поэтому, вот, сегодняшняя встреча, она должна, я не скажу, что она должна завершиться пониманием. Вот, далеко я не склонен к тому, что вот сейчас вот ясность придет, да. Во всяком случае, какие-то позиции четкие, они должны быть изложены. И, скажем так, хотя бы со стороны республиканских специалистов, наиболее крупных, нам ситуация должна быть ясна, и какие-то пути решения вот этой проблемы, которая действительно впервые встала не только перед Россией, перед всем миром, должны быть, если с точки зрения медики. Я могу сказать, что у экономистов есть свои точки зрения, да, у них есть свои, так сказать, варианты, так сказать, решения, у политиков свои. Но в данном случае здесь медики. И вот с медицинской точки зрения, изначальной точки зрения, вот хотелось бы начать обсуждение этого вопроса. Может быть, будут еще какие-то вопросы, может быть, будет дискуссия, я не знаю. Все зависит от того, насколько, так сказать, общественность примет существенную степень то, что будет сказано сегодня здесь. Спасибо. Спасибо. Ну, теперь мы, так сказать, пускаемся в наш настоящий путь по обсуждению. И первым докладчиком у нас по подключению выступит директор Института фундаментальной медицины и биологии Андрей Павлович Киясов. Андрей Павлович, вы с нами? Уважаемые коллеги, я хочу пройтись коротко, так сказать, по, по сути дела, основным звеньям патогенеза, то есть почему и вот эта проблема возникает, почему инфекция новая. Сейчас, на самом деле, неважно, откуда пришел этот вирус, но, на самом деле, он пришел от рукокрылых, от летучих мышей. И вот я в ходе скажу, как рукокрылые, кстати, почему устойчивые, почему не болеют. Значит, на самом деле, у этого вируса инструмент, с помощью которого он проникает в клетки, является вот этот спайк протеина или белок шипа, который торчит на поверхности. Вирус, понятно, это внутриклеточный паразит, и когда он попадает, он в первую очередь пытается проникнуть в те клетки, где есть для него рецептор связывания. Этими клетками являются, получается, клетки бакаловидные в эпителии, в респираторном, вот, и такого же рода бакаловидные клетки, ресничные в кишечном эпителии. Но самое противное с этим вирусом другое, что когда он проник в эти клетки, он начинает там очень быстренько размножаться, что называется, и выделяться. И вот на этом графике проведено, почему случилась пандемия, она как бы объясняет, вот, посмотрите, это три типа коронавирусной инфекции, грипп, кстати, так сказать, тут тоже рядом был бы, зеленым это Мерс, красным это SARS, которые были, и вот этот SARS-CoV-2, он синенький. Так вот, выделение вируса больным человеком, вернее, зараженным человеком, не больным еще, начинается за несколько дней до того, как появляется симптоматика. Это совершенно четкое отличие от SARS и Мерса, потому что там выделение вируса начинается только с появлением симптомов, точно так же, как и при гриппе. Но еще одно удивительное наблюдение, которое было сделано уже в ходе борьбы с этой коронавирусной инфекцией, все знают, что да, коморбидность, так сказать, то есть какие-то сопутствующие заболевания, фон общий и возраст, это то, что является основными факторами риска. И вот если вирус, попадая в популяцию, вот мы серенькие здесь находимся, свободные были от вируса, то потом оказалось, что на самом деле красненьких, то есть там, где тяжелое течение заболевания, больше среди пожилых и больше коморбидных состояний. Но, что интересно, что и среди молодых тоже бывают случаи, так сказать, тяжелого заболевания, а вот наоборот, среди тех, кто вроде бы должен всегда тяжело болеть, бывают случаи практически бессимптомного течения. И это в первую очередь связано наверняка с какими-то генетическими особенностями, точно так же, как существует, то есть вот на этой таблице слева это указано, как это, предрасположенность к заражению различными вирусными инфекциями. А внизу всего два пункта, это вирус иммунодефицита человека и норовирус, где уже четко показана невосприимчивость, то есть почему человек может быть устойчив. Мы сейчас запустили один из проектов вместе с Росфондом, у нас есть база данных по 40 тысячам потенциальных доноров костного мозга, и мы социологический опрос запустили, чтобы узнать, есть ли какая-то связь с устойчивостью связанная с главным комплексом гиссовместимости, поскольку у нас есть эта база. Значит, как вирус проникает в клетки? Для проникновения вируса в клетки необходимо два фермента. Первый фермент – это трансмембрана из сериновой протеазы, и второй фермент, через который он проникает, это фермент оба фермента, на поверхности клеток находится, это так называемый ангитонзин, превращающий в фермент, но под номером 2. Значит, что делает сериновая протеаза? Если представить, что шип – это ключик в ключнице в кожаной, то сериновая протеаза эту молнию на кожаной ключнице открывает, и только после этого шип может взаимодействовать с ангитонзин, превращающим ферментом в тары. Соответственно, если, например, пониженный уровень сериновой протеазы, то в этой ситуации, или заблокировать сериновую протеазу, то ключница не открывается, и этим ключом в кожаной ключнице достаточно тяжело открыть калитку. Самое удивительное еще другое, почему мужчины чаще, так сказать, как бы заражаются и болеют, по статистике, по одной простой причине, что сериновые протеазы, они совершенно четко, так сказать, зависят от уровня мужских половых гормонов. Чем больше тестостерона уровень, тем выше экспрессия сериновых протеаз на поверхности клеток. Значит, есть несколько веществ, вот мы с Александром Андреевичем, даже с Дианой Эльдарной, когда обсуждали, то есть есть ингибиторы сериновых протеаз, вот, которые даже уже введены в методические рекомендации для лечения COVID, я на этом останавливаться не буду. Теперь перейду вот к этим ангиотензин, превращающим ферменту под номером 2. Классическая схема, которую знают все врачи, это после выброса ренина из почки, так сказать, идет конвертация ангиотензиноген в ангиотензин первый, а потом подключается АПФ, ангиотензин, превращающий фермент, но первый, можно назвать его так, для того, чтобы появился ангиотензин второй. Это повышение артериального давления и выработка альдостерона. То есть опять-таки реабсорбция натрия, опять повышение артериального давления. Вот вторая схема, то есть тот фермент, про который мы сегодня говорим, то, что входные ворота для коронавируса, это АПФ, но второй. Это, по сути дела, механизм защиты нашего организма от повышения артериального давления. Дело в том, что все эти превращения ангиотензиногена во все ангиотензины, это отщепление определенных аминокислот. И вот как только появился ангиотензин первый, то здесь может подключиться АПФ второй, потому что он отщепляет одну аминокислоту, вот она, такая сиреневая. Вот, и в результате появляется, если АПФ работает, то там ангиотензин второй, потому что две аминокислоты, а если работает АПФ второй, то отщепляется одна аминокислота, и тогда получается не ангиотензин второй, а ангиотензин один девять из девяти аминокислот состоящих. Но самый основной эффект вот этого фермента, это как раз действие на ангиотензин второй, когда от него, то есть у которого восемь аминокислот, когда АПФ второй отщепляет одну аминокислоту, и появляется ангиотензин один тире семь. Вот в этой ситуации, эти два вещества, ангиотензин второй, ангиотензин один седьмой, это антагонисты. То есть, если в одном случае идет повышение артериального давления, то ангиотензин один семь – это вазодилататор и антипролитеративные у него эффекты. Соответственно, вот эта вот дискуссия, которая в самом начале была, давать ли ингибиторы АПФ, которые сейчас используются для лечения артериальной гипертонии, значит, да, никакого страха здесь получается нет, потому что они, блокируя АПФ, снижают уровень ангиотензина второго, а АПФ второй, он начинает больше экспрессироваться, когда много в крови ангиотензина второго. Соответственно, так сказать, чем меньше второго ангиотензина, тем АПФ второго тоже меньше, и это может привести к снижению, так сказать, или к уменьшению калиток, через которые может пройти вирус. Значит, самые основные точки приложения, где любит вирус размножаться, это, безусловно, клетки альвеол, причем альвеолоциты второго типа. Это вот такие вот кубические клетки, которые вырабатывают суфактан. На альвеолоциты первого типа фермента АПФ второго, входного, через который он входит в клетку, нет, а вот на сурфактан-продуцирующих клетках есть. И, соответственно, он в первую очередь залезает туда, это погибают эти клетки, нарушается выработка сурфактанта. Но здесь сразу же надо вернуться к тому, что мы же, так сказать, как это сказать, не просто ждем вируса и беззащитный перед ним, мы на самом деле реально, так сказать, защищаемся. И то, что называется врожденный иммунитет, и первая линия защиты противовирусная, это, безусловно, интерфероны. Кстати, с интерферонами, вот про порог окрылок, там, значит, совершенно четко показано, почему в них живет этот коронавирус, а почему не размножается. Там есть две причины. Первая причина, что, во-первых, когда они летают, идет огромный, так сказать, термогенез, то есть у них повышенная температура в теле постоянная. Вот, а второе, то, что у них повышенный уровень выработки интерферона альфа и бета. Потому что именно этот интерферон, так сказать, который при попадании вируса в клетку, зараженная клетка вырабатывает и информирует все соседние клетки о том, что есть агрессия со стороны вируса, и внутри проинформированных клеток начинают синтезироваться специальные ферменты, которые способны разрушить в случае попадания вируса вирус внутри клетки и не дать ему размножаться. Проблема с коронавирусной инфекцией, что в популяции достаточно много людей, у которых есть врожденные дефекты, то есть сниженная выработка интерферона. И с возрастом, и особенно у мужчин, в крови почему-то появляются аут-антитела против интерферона, соответственно, вот эта линия защиты, она, скажем так, дает сбой. Но самое важное еще с коронавирусом другое, что сам вирус, сам вирус, так сказать, он способен встраиваться между двумя субъедницами рибосом и нарушать синтез интерферона. То есть даже в нормальном, если нет врожденных каких-то дефектов, если, так сказать, нет аут-антител, но как только вирус попадает в клетки, он блокирует выработку интерферона и снижает врожденный иммунитет. Вторым звеном врожденного иммунитета, безусловно, является НК клетки, то есть Nature Killers, которые четко представляют, то есть как бы любая клетка имеет на своей поверхности главный комплекс дисовместимости первого класса, а иммунокомпетентный еще вдобавок MHC второго класса имеет. Так вот, вирус заражает не иммунокомпетентные клетки, он заражает простые соматические клетки, и зараженная клетка, она изменяет свой MHC первого класса. Nature Killers в любой ситуации, какой бы это вирус ни был, они это чувствуют, и таким образом зараженные вирусом клетки убивают. И совершенно четко показано, что от ответа НК клеток зависит тяжесть заболевания. То есть если сработал вот этот вот врожденный иммунитет на уровне интерферонов и на уровне естественных киллеров, то тогда это все может остановиться на этой стадии и не развиваться в более тяжелые формы. Если это не сработало, то дальше весь каскад, о котором сегодня коллеги будут говорить. Сразу же, почему полные люди болеют чаще? Ну, во-первых, жировая ткань, это на самом деле эндокринный орган, кроме того, что там есть жировой ткань, фермент ароматаза, переводящий тестостерон в эстрогены. Там же еще вырабатываются три гормона, это лептин, резистин и адипонектин. Но самым важным вот в этой коронавирусной истории является то, что на жировых клетках есть вот этот АПФ-2. То есть жировая клетка – это мишень для вируса, где он может спокойно размножаться. Это первая причина. Вторая причина, что в жировой ткани Nature Killer, про которую я уже говорил, они находятся в так называемом поляризованном состоянии и, соответственно, сбивается здесь вот этот вот врожденный или инантный иммунитет. Ну и третья причина, так сказать, к уязвимости полных людей с повышенным индексом массы тела, что вообще жировая ткань, ожирение – это такой, как это, один из примеров такого хронического воспаления, поскольку жировые клетки еще вырабатывают провоспалительные цитокины, в частности, интерлекин-6 и фактор некроза опухоли. Соответственно, так сказать, вот вообще реально противовирусный иммунитет – это не гуморальный иммунитет. Гуморальный иммунитет – это в основном против бактерий. А вот то, с чем мы имеем дело, это, так сказать, врожденный через НК клетки, а потом уже идет через цитотоксические Т-лимфоциты. Вот. И лучше, как говорится, до этого не доводить. Если посмотреть на схему, как вообще все должно против вирусов разворачиваться, то сначала включается интерферон, вот, он защищает от вирусов потом НК клетки, если даже несмотря на это титровируса растет, то потом опять-таки в первую очередь включаются уже Т-киллеры, это опять-таки клеточный иммунитет, вот. А потом уже через Т-хелперы и Б-лимфоциты, так сказать. Андрей Павлович, у вас много еще? Нет, нет, я про никотиновую теорию даже не буду говорить, и про цитокиновый что? Вот. По альфа-факторному эпителию тоже. Я только хочу по тромбам, поскольку я видел там профессора Бредихина, так сказать. Значит, по тромбам. Дело в том, что у эндотелия тоже есть вот этот АПФ-2, идет повреждение эндотелия, то есть эндотелит за счет вируса по группам крови, о чем говорила Скворцова. Вторая группа крови просто-напросто в России более распространенная, и здесь я сразу скажу, с чем еще связано вот это повышенное тромбообразование. Дело в том, что у всех, кроме первой группы крови, то есть вторая, третья и четвертая, у них совершенно четко показано, что у них в крови повышен фактор фон Вилебранта. А фактор фон Вилебранта при повреждении эндотелия, мы знаем, это эндотелит, попал туда вирус, это, по сути дела, клей, который приклеивает в области дефекта тромбоциты для того, чтобы уничтожить, ну, то есть, как бы закрыть этот дефект. И вот повышенный уровень фактора Вилебранта как раз и говорит о том, что у людей со второй, третьей, четвертой группой крови, но там, правда, от гоплотипа еще зависит, идет повышенное тромбообразование. Все, спасибо за внимание. Спасибо. Теперь, да, следующий участник, да, готовы? Мы предоставляем теперь слово Ирине Эдуардовне Кравченко, которое расскажет нам, в принципе, об опыте лечения, да, коронавирусной инфекции. Пожалуйста. Добрый день, уважаемые коллеги. Ну, прежде всего, хочу поблагодарить организаторов конференции за возможность принять участие в работе «Круглого стола». И хочу начать с того, что мы уже в состоянии пандемии коронавирусной инфекции находимся более года. И тут очень важен, конечно, обмен опытом. И в рамках моего доклада я озвучу, значит, тот опыт, который накоплен в субъектах Привожского федерального округа. И немножечко озвучу сравнительную ситуацию по коронавирусной инфекции в субъектах. Может быть, это тоже даст возможность сделать какие-то выводы и, так сказать, в плане лечения, оказания медицинской помощи. Так. Значит, 14 субъектов Российской Федерации входят в Привожский федеральный округ. Самые крупные субъекты — это Башкирия, Республика Татарстан. Проживают 20% населения Российской Федерации. Хочу представить данные по случаю коронавирусной инфекции в субъектах. Это официальные данные, которые опубликованы на сайте СтопКовид. Итак, самая неблагополучная ситуация по количеству заболевших в Нижегородской области — 102 тысячи человек. В лидерах также Саратовская, Самарская область, Ульяновская область. Что касается количества умерших, логично, что наиболее высокие показатели будут тоже в Нижегородской области. Но вот посмотрите, лидирует Чувашия. Хотя это достаточно маленький регион, более тысячи человек умерли от коронавирусной инфекции, Самарская область. Вот вы видите, синим выделен Татарстан. Но более-менее достаточно приличные показатели по сравнению с другими регионами. Что касается заболеваемости, то сразу хочу сказать, вот эти данные, которые я представляю, они сделаны на основе отчетов главных инфекционистов субъектов Приворского округа и на основании анкетирования главных специалистов по вопросам оказания медицинской помощи. Вот и заболеваемость. 92% заболевшие – это взрослые, и лишь всего 7,7% – это дети. Если говорить по установленным диагнозам, диагноз подтвержден в целом у 77% пациентов и у 23% пациентов выставлен диагноз коронавирусной инфекции неподтвержденная. Что касается организации медицинской помощи, мы знаем, какая глобальная работа проводилась в каждом субъекте Российской Федерации. Так вот, в пределах Приворского округа развернуто 190 временных инфекционных госпиталей для коронавирусной инфекции. Нужно сказать, что построены две инфекционные больницы, я бы даже сказала, не больницы, а корпус. Инфекционные больницы построены в Республике Татарстан, и два корпуса более временного содержания построены в Башкортостане и больше нигде. Количество врачей-стационар, которые работают с коронавирусной инфекцией, составили всего лишь 10% инфекционистов, 90% – это врачи других специальностей. И если мы посмотрим, как лечились больные, то 69-70% получали лечение на амбулаторном этапе, и 30% были пролечены в стационаре. А вот если касается доступности как раз той медицинской помощи, которая необходима больным с коронавирусной инфекцией, это прежде всего инсуфляция кислорода. И вот кислородная подводка в целом была организована в 55% коек, без кислорода 22% коек, ну и очень широко развертывалось коек с аппаратами неинвазивной вентиляции и инвазивной вентиляции легких. Теперь, что касается летальности от коронавирусной инфекции в Привозском федеральном округе, вот структура летальности. Если посмотреть, то 38% летальных исходов у пациентов, у которых была подтверждена коронавирусная инфекция. 15% летальных исходов в группе пациентов, у которых коронавирусная инфекция была выставлена без подтверждения методом ПЦР. И 47% пациентов погибли от прочих причин на фоне коронавирусной инфекции. То есть лидирует вот эта причина. Ну, а вообще нужно сказать, я посмотрела данные Росстата, это официальная статистика, по итогам 2020 года смертность населения в Привозском федеральном округе по сравнению с 2019 годом выросла более чем на 80 тысяч человек. Это достаточно большие, конечно, показатели. Ну и вот опыт лечения, тем, которым делились главные инфекционисты, действительно по анкетированию. Понятно, что мы все работаем в отношении ориентируемся на временные методические рекомендации, но тем не менее, каждый все-таки врач и каждый регион накапливает свой опыт. И вот здесь представлена противовирусная терапия, та, которую мы применяем. И посмотрите, вот как ситуация распределяется. Ну вот орбидол, да, орбидол, это данные, но на самом деле достаточно редко применяется, а в четырех регионах вообще исключили из применения. Я говорю только о стационарном этапе. А гидроксихлорохин, остались регионы, которые применяют всего лишь четыре региона, в остальных все исключили гидроксихлорохин из применения. Достаточно часто применяется фавипировир, но есть пять регионов, в которых проблема с поставками фавипировира, или они его редко применяют. И еще один препарат, который мы, на самом деле, конечно бы желали применять гораздо шире, это ремдосевир. Посмотрите, доступность только в четырех регионах. Десять субъектов не знают об этом. У них нет этого препарата, они им никогда не лечили. Ну и один вопрос касался антиковидной плазмы. В десяти регионах применяются, но есть регионы, опять, которые не имеют опыта работы с антиковидной плазмой. Если посмотреть на оценку эффективности, то нужно сказать, что все регионы и все специалисты отмечают, что противовирусная терапия эффективна на ранних сроках, когда идет КТ-1-2. Дальше уже это проблема. Ну и вот что касается плазмы, большая часть респондентов или главных специалистов ответили, что все-таки плазма тоже работает на ранних сроках заболеваний, нежели на поздних сроках. Что касается доступности, все отметили, что недоступен, очень малодоступен препарат Ремдосевир. Теперь следующее направление, которое тоже очень актуально в лечении больных коронавирусной инфекции, это антицитокиновая терапия. И опять-таки все вот эти препараты антицитокиновые, которые прописаны в временных клинических рекомендациях, и опять-таки мы все накапливаем опыт и пытаемся понять эффективность действия того или иного препарата. Итак, барицетиниб, ингибитор Янускеназ. Нужно сказать, что на самом деле редко применяется этот препарат в стационаре. Вот только 4 региона ответили, что они его применяют часто и очень часто назначают все остальные. Значит, что касается эффективности. Но считается, что эффективен практически только при КТ-1 и эффективность вызывает сомнения в большей части случаев. Олокизумаб, ингибитор интерлекина-6, опять-таки назначается он, чаще всего назначался при КТ-2-3 и даже при КТ-3-4, но все-таки мнение врачей, что он должен назначаться на более ранних сроках заболевания, соответствующих уровню поражения КТ-1-2. Ингибитор, рецептор интерлекина-6, левелимаб, опять-таки мнение сложилось такое, что все-таки он тоже должен назначаться на более ранних сроках заболевания, хотя прописано, что он может назначаться при КТ-2-3 и даже при КТ-3-4. И препарат ТОЦелизумаб. Все специалисты ответили его хороший положительный эффект, но и, безусловно, преимущественно он назначается при тяжелых формах заболевания, соответствующего уровня поражения КТ-3-4. Ну и крайне редко применяется препарат Сарелумаб в силу меньшей доступности. Вот такой опыт лечения антицитокиновой терапии. Еще один вопрос, который я задавала, и это эфферентные методы лечения, и вот очень тоже интересно посмотреть. То, что прописано во временных клинических рекомендациях, это плазмообмен и ЭКМО. Что касается плазмообмена. Вот тут перечислены те регионы, в частности Мордовия, Пензенская область, Нижегородская, Оренбургская, Пензенская, которые применяют плазмообмен, и они получают хорошую эффективность от этого метода лечения. Но вот есть два региона, Башкирии и Самарской, которые тоже применяли этот метод, но эффективность не увидели. То есть мнения разделились. Это требует еще, видимо, каких-то наблюдений, исследований. Значит, вот особо мне хотелось остановиться на Кировской области. Они применяют... Они закупили пять аппаратов эстеркорпоральных коррекций гемостаза названия плазмофлекс. И они говорят, что это единственный способ реальный, чтобы действительно вытащить больного из этого крайне тяжелого состояния, когда уже не работают никакие другие методы лечения. И они готовы представить свой опыт. Я думаю, что они представят на ближайшей конференции по Приворскому федеральному округу, потому что это очень важное такое направление, которое можно на самом деле внедрять. Ну и вот Пермский край. Вот то, что инновационно они предложили, это использование приспособлений для пронпозиции. Есть такой, так называемый, лицевой протектор для фиксации положения головы в прональной позиции. Ну, по сути дела, это такая силиконовая подушка для удобства. И это позволяет достаточно долго находиться больному вот в этой пронпозиции. Это способствует улучшению его состояния. Ну и еще вот один инновационный метод, который они как бы позиционировали, это неинвазивная вентиляция легких через СИПАП-маску. Ну вот, в общем, тоже можно использовать. Теперь, что касается экстракорпоральной мембранной оксигенации. Вот те, кто применяли. Применяли всего раз, два, четыре. Пять регионов. Только у одного региона, у Ульяновской области, они написали, что этот метод лечения эффективен. Вот все остальные, Нижегородская, Башкирия, Оренбургская, Удмуртия, там всего применяли где-то по два-три случая. Экмо, не более. Но вот они ответили, что он неэффективен. Поэтому вот тут такое тоже неоднозначное мнение. Ну и я уже тоже завершаю. Последнее, что я хотела сказать. Сейчас вот уже Республиканская клиническая инфекционная больница накопила достаточно большой опыт применения антицитокиновых препаратов. Мы сейчас все это анализируем. Я хочу остановиться только очень кратко, в силу нехватки времени, на одном препарате, олокизумабе или артлегия. Он сейчас широко применяется. Вот те исследования, которые были проведены в инфекционной больнице, сравнительные исследования по пациентам, получавших олокизумаб и не получавших. Группы были абсолютно сопоставимы по параметрам КТ, по возрасту, по полу. Какие результаты получили? Получили следующее, что на фоне олокизумаба быстрее снижается, у большего количества пациентов нормализуется температура и длительность кислородотерапии сокращается на фоне приема олокизумаба. Это вот такие клинические маркеры эффективности. Ну и лабораторные маркеры эффективности. Два показателя в основном брали, потому что они были у всех. Это С-реактивный белок. И видно, что С-реактивный белок быстрее нормализуется, снижается именно на фоне приема олокизумаба. И уменьшение уровня фибриногена тоже наблюдается именно в группе контроля. Ну и завершая свое выступление, просто хочу сказать, что неравномерная заболеваемость в субъектах Приволжского округа, независящая от количества населения, абсолютно неблагоприятная самая ситуация в Нижегородской области, Пермском крае, Самарской и Саратовской областях. Высокие показатели смертности, которые тоже абсолютно не коррелируют с численностью населения, это в Чувашии, в Пермском крае, в Нижегородской области. Ну и надо сказать, что было много приложенных, конечно, усилий для того, чтобы оказывать такую большую помощь такому большому количеству заболевших. Это временные инфекционные госпитали, а прежде всего привлечение специалистов. Но хочется сделать респект Татарстану, который умудрился построить новый корпус инфекционной больницы, и это серьезно изменила ситуацию. И на самом деле эта инфекционная больница позиционируется теперь среди всех субъектов Российской Федерации. Ну и в лечении больных коронавирусной инфекции, наверное, вот у вас тоже такое сложилось мнение, применение театропной антицитокиновой терапии имеет все-таки схожие оценки эффективности в разных регионах, вот то, что работает и что не работает. Ну и вот уже завершая, нужно сказать, что антицитокиновая терапия, которая на сегодняшний день нам доступна, при своевременном назначении, при определенных условиях, она оказывает свой положительный эффект. Благодарю за внимание, коллеги. Большое спасибо, Ирина Эдуардовна. Она как главный внештатный специалист по инфекционным болезням Минздрава России дала нам подробную характеристику ситуации по Приволжскому округу. И большое спасибо вам за это. А теперь мы хотим предоставить слово Хердинову Халиту Саубановичу, который тоже является главным внештатным специалистом по инфекционным болезням, но уже Министерство здравоохранения Республики Татарстан. И он представит доклад о современных подходах к этиотропной терапии коронавирусной инфекции. Добрый день, уважаемые коллеги. Также хотел поблагодарить вас за приглашение, возможность поучаствовать в круглом столе по обсуждению актуальных проблем коронавирусной инфекции. И мое выступление будет посвящено этиотропной терапии. Ну вот, сегодняшние данные по заболеваемости ковидом, данные университета Джона Хопкинса, 120 миллионов в мире болеют коронавирусом. Могу сказать, что в ноябре эта цифра составляла примерно 60 миллионов. Поэтому заболеваемость растет, смертность также растет, и поэтому расслабляться по коронавирусной инфекции еще нам преждевременно. Я напомню, что в течение ковида там можно выделить несколько периодов. Первый период – период вирусной репликации, когда, собственно, речь идет о вирусной инфекции, и тот период, когда, возможно, будут эффективные препараты противовирусной направленности. А дальше уже наступает период, связанный с реакцией иммунного ответа, с развитием иммунодезерегуляции, с развитием гипервоспаления, с развитием гиперкоагуляции. Говоря о патофизиологических основах терапии ковида, здесь представлены разные направления терапии. То есть мы, когда говорим о идиотропной терапии, конечно, говорим в первую очередь о противовирусных препаратах, хотя еще есть и другие направления терапии, в частности, это иммунтерапия, которая предполагает назначение либо антиковидной плазмы, либо, как в некоторых странах, использование моноклонанных антител к определенным белкам шипа коронавируса. Говоря о принципах противовирусных терапии, мы прошли год, хочу обратить ваше внимание на те препараты, которые были рекомендованы еще в первой версии методической рекомендации год назад. Те препараты, которые вы здесь видите, рибавирин, препарат, используемый для лечения ВИЧ-инфекцией, лопиновир и ретенавир, рекомбинанты интерферон-бета-1b, они ушли в прошлое. В настоящее время эти препараты практически не применяются. Они показали свою неэффективность и часто развитие побочных эффектов. И вот буквально недавно, месяц назад, 8 февраля, вышли последние, актуальные в настоящее время, вышли десятые версии методической рекомендации по коронавирусной инфекции. Если мы посмотрим, какие препараты используются с этиотропной целью, то мы увидим совершенно другие препараты. Это гидроксиквархин, он остался пока в настоящее время, хотя все реже и реже его применяют. Это интерфероны, альфа-интерфероны, это умифенавир, это фавиперавир и препарат ремдисивир, которые используются в условиях стационара. Говоря о эффективности этих препаратов, конечно, необходимо учитывать стадии заболевания. То есть, еще раз подчеркиваю, если мы говорим о противовирусной терапии, актуально назначение препарата именно на ранних сроках. Использование этих препаратов на поздних сроках не имеет никакого эффекта, поэтому если прошло более 5 дней, то и смысла нет назначать противовирусные препараты. Из всех этих препаратов наибольшее уважение и наиболее выраженный клинический эффект мы видим, конечно, у последнего препарата, препарата ремдисивир, который может применяться как взрослым, так и детям. Здесь представлены разные подходы к проведению противовирусной терапии. То есть, это блокирование, например, слияние вируса с клеткой, в частности препарат умифеновир, он как раз ингибирует слияние вируса с клеткой. Далее другая группа препаратов, это препараты направлены на подавление репликации вируса. В частности, ремдисивир так работает, фавиперавир так работает. И есть препарат, который усиливает врожденный иммунитет, в частности, это препараты, которые мы относим к альфа-интерферонам. Поэтому, говоря о противовирусной терапии, есть разные механизмы или точки их приложения. И вот еще раз хочу обратить ваше внимание, когда мы должны назначать противовирусные препараты. Вот здесь четко показано, что активная вирусная репликация отмечается первые пять дней. Поэтому именно эти сроки являются актуальными в плане назначения противовирусной терапии. На поздних сроках мы ни разу не видели, чтобы противовирусная терапия оказала какое-то положительное влияние. Другое направление изиотропной терапии это использование антител против возбудителя. То есть, по сути дела, речь идет о нейтрализации возбудителя. Показаниями к клиническим использованию антиковидной плазмы в настоящее время являются пациенты с коронавирусной инфекцией, у которых заболевание протекает в тяжелой форме. И есть у этого пациента выделяется РНК коронавируса. А также пациенты с ОРДС. Но есть факторы, которые влияют на эффективность антиковидной плазмы. Мы не должны считать, не должны рассматривать назначение антиковидной плазмы в любом периоде как эффективную метатерапию. То есть, эффект от плазмы будет зависеть от некоторых моментов. От каких? Первое – это от срока введения антиковидной плазмы. Оптимально, конечно, на более ранних сроках. Вот здесь, согласно методическим рекомендациям, я переписал от 3 до 7 дней. Но еще раньше, даже где-то первые 5 дней, может быть, есть смысл вводить антиковидную плазму. В дальнейшем более позднее назначение снижает ее эффективность. И, конечно, титры антител. Согласно действующим рекомендациям, мы можем использовать плазму, в которой содержатся антитела, к рецептору, связывающему домино. СБЛК в титре не менее 1 на 160. Но, на самом деле, реально в клинической практике мы наблюдаем ситуацию, что эффективность плазмы более высокая в ситуации, когда используется плазма с более высоким титром антител. В этом плане заслуживает внимание исследование, которое было проведено в США, в Хьюстоне, в 8 больницах наблюдалось, проводилось исследование. И были пациенты разделены на 2 группы. Одна группа пациентов, которые получали плазму с вухтем, с высоким титром антител, а от контрольной группы это пациенты, которые не получали антиковидную плазму. И что оказалось? Оказалось, что смертность была значительно ниже у пациентов, которые получали антиковидную плазму с титром антител, более чем 1 на 1350. И в течение первых трех суток с момента госпитализации. Поэтому высокий титр антител, ранние сроки применения, они влияют не просто на повышение сутурации, например, улучшение каких-то лабораторных показателей, а влияют, самое главное, на выживаемость таких пациентов. Следующее, о чем я хотел сказать, это моноклональные антитела. 9 февраля 2021 года, FDA, это управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США, выдало разрешение на использование препарата комбинированного БАМЛАНИВИМАП и ЭТОСЕВИМАП. Они вводятся вместе для лечения больных с коронавирусной инфекцией. Но, обращаю ваше внимание, не тяжелым пациентам, а пациентам с легкой, средней степенью тяжести. Причем препарат можно использовать и детям, и взрослым. Пациентам, и также пациентам, которые имеют высокий риск прогрессирования заболевания, что очень важно. Вот этот препарат, он представляет собой моноклональные антитела, которые специфически направлены против этого шиповидного белка коронавируса предназначены для блокирования прикрепления вируса и его принятомения в клетке человека. Вот эти компоненты БАМЛАНИВИМАП и ЭТОСЕВИМАП, они связываются с разными, но перекрывающимися сайтами СБЛК вируса. И вот в клиническом исследовании пациентов с COVID с высоким риском прогрессирования заболевания, однократная инфузия вот этого препарата, представляющего собой моноклональные антитела, что показало? Оказалось, что это влияет на количество госпитализации, связанных с COVID, и смертность в течение 29 дней наблюдения по сравнению с плацебо. Поэтому это перспективное направление в лечении коронавирусной инфекции и театропными препаратами. Некоторые гайдланды уже сейчас включают использование моноклональных антитела. Это, в частности, протокол в детской больнице в США, где используются и ремдисевиры, и моноклональные антитела, и, может быть, использована антиковидная плазма. Ну и в заключение я хотел напомнить вот эту фискультуру замечательную Франсуа Агюста Родена, мыслителя. То есть мы много знаем уже о коронавирусной инфекции, но очень много предстоит узнать, и вот научное медицинское общество застыло в таком положении, в раздумье, что делать дальше. И только совместная работа врачей разных специальностей, комбинированная терапия, театропная, патогенетическая, она может обеспечить положительные эффекты и результаты. Спасибо. Большое спасибо за Ваше выступление. Да, мы действительно знаем все больше и больше, но пока какой-то однозначной перспективы, конечно, еще не видим. Теперь позвольте предоставить слово следующему докладчику, и я хочу спросить Диана Ильдаровна, она выходит с нами на связь? Я здесь. Здравствуйте. А, вы уже пришли, а я же вас не видит. Хорошо, прекрасно. Тогда давайте начнем. Абдулганиева Диана Ильдаровна, завкафедры госпитальной терапии Казанского государственного медицинского университета. И теперь она представит нам свой доклад по теме COVID-19 и гипервоспаление, технология лечения пациента. Коллеги, добрый день. Позвольте поблагодарить организационный комитет сегодняшнего мероприятия, прежде всего за организацию, за то, что мы все приглашены на площадку для дискуссии. Действительно, в зале находятся специалисты, которые на протяжении последнего года оказывают помощь пациентам с новой коронавирусной инфекцией. И с моей точки зрения, COVID-19 – это явление. Это явление, с которым столкнулось наше общество, не только медицинская общественность, но и социальные, экономические последствия этого явления мы с вами наблюдаем и будем еще наблюдать. И сегодня мы уже живем год с COVID-19. Наверное, вызов, который стоит перед нами новый – это постковидный синдром, потому что его мы сейчас начинаем видеть все больше и больше. И когда организационным комитетом мы обсуждали последовательность докладов, то сегодня уже и у Ирины Эдуардовны, и у Халица Аубановича звучало вот это естественное течение инфекции COVID-19. Хорошая новость в том, что несмотря на то, что мы год уже лечим COVID, несмотря на то, что появляются новые штаммы британские, африканские, бразильские, естественные течения инфекции не меняются. Есть эти три фазы заболевания, фазы вирусомии, фазы гипервоспаления и фазы цитокинового шторма, которые мы максимально пытаемся предупредить. На сегодняшний день COVID рассматривается больше как не инфекционное заболевание, а как заболевание всего организма. И мой учитель, академик Насонов, который является главным ревматологом нашей страны, лет 15 тому назад сказал, что 21 век будет веком вирусов и аутоиммунных заболеваний. Никто, конечно, тогда не мог предположить, что спустя 15-20 лет мы столкнемся с вирусами и иммунным процессом в одном лице. Но мы это имеем в настоящее время. Это тот спектр вне легочных проявлений новой коронавирусной инфекции, которую мы ежедневно наблюдаем в клинической практике. Вот это естественное течение инфекции COVID-19, оно хорошо описано, хорошо известно. И Халид Саубанович, и Ирина Эдуардовна об этом много говорили. Но, наверное, там, где мы реально можем помочь пациенту избежать фатальных последствий, это стадия так называемого гипервоспаления или иммунного ответа. И на сегодня мы уже говорим о нескольких патогенетических вариантах развития стадии гипервоспаления. Это и в рамках, вот в правой части слайда, синдром цитокинного шторма, это общий зондничный термин на сегодняшний день, он признан во всем мире. И там внутри есть фенотипы того самого гипервоспаления, которое мы видим. Мы об этом, конечно, стали понимать и узнавать только, наверное, к лету, ближе к осени клинически. И второй глобальный феномен, который идет рука об руку с гипервоспалением, это коагуляционный шторм, который вкладывает не меньший процесс в утяжеление состояния пациента. Андрей Павлович очень, на мой взгляд, элегантно изложил, от чего же зависит прогноз пациента. Вот знаете, через Республиканскую клиническую больницу прошло 14 тысяч, ну, наверное, сейчас уже 16 тысяч пациентов. И мы большую ведем клиническую работу, но на сегодняшний день попадаются пациенты, у которых нет ни одного из того, что мы имеем в левом столбике, но у них развивается колоссальное гипервоспаление и поражение всех внутренних органов, не только легких. Технологии наука. Потому что, безусловно, в Республике Татарстан за 13 месяцев было сделано очень много, и так сложилось, что организация оказания помощи и лечебный процесс, и наука шли рука об руку. Алгоритмы маршрутизации пациентов особых групп, это онкологические, с трансплантированными органами, пациенты с заболеванием крови, беременные женщины, иммуновоспалительные заболевания, инфаркты, инсульты, в том числе и на фоне SARS-CoV-2 индуцированного эндотелиита, пациенты, нуждающиеся в экстренно-хирургическом лечении, они шли отдельными маршрутами в те специализированные учреждения, где был накоплен максимальный опыт. И, собственно говоря, все, что мы научились за последние 13 месяцев, можно сказать, что мы научились видеть внутри того клинического многообразия пациентов их различия. Есть группы больных, которые пойдут в реакцию гипервоспаления на 10, 12, 14 день. Это затяжное течение ковида. У нас сейчас лежит пациентка, которая начала болеть с 15 января, у нее до сих пор нет антитела, и она располагается где-то, наверное, посередине с комабридом, естественно, посередине вот этой вот кривой гипервоспаления. Есть пациенты, которые на пятый день от начала дебюта заболевания демонстрируют нам реакцию гипервоспаления, дыхательную недостаточность. И здесь еще раз я абсолютно соглашусь с Андреем Павловичем, потому что, не видя никаких клинических особенностей, коморбидности, излишнего веса, здесь, конечно, не сам вирус, а здесь генетика человека, отвечающего на гипервоспаление. Есть пациенты, как правило, это пожилые, которые очень медленно разгоняются, входят в реакцию гипервоспаления и, в общем-то, достаточно легко купируемы. Большинство сидящих за этим столом клиницистов и фундаментальных ученых приняли участие в разработке и исполнении научно-исследовательской работы внедрения технологии использования антиковидной плазмы, которая была проработана нами еще 17-18-20 апреля прошлого года. И, собственно говоря, благодаря такому тесному тандему фундаментальной и клинической медицины нам удалось создать проект клинического исследования, который идет до сих пор, и все лучшие научные и клинические силы в этом приняли участие. И первым донором в нашей республике, сейчас мы уже об этом можем говорить с открытых, Халид Саубанович, был глава семейства, который был эвакуирован с лайнера «Даймонд Принцесс» и находился в инфекционной больнице в феврале 2020 года. И у него, собственно говоря, о чем мы постоянно говорим и выражаем глубокую признательность и благодарность учеными Федерального университета, были выявлены антитела, это был апрель, и никаких титров, никаких систем для определения антител в Российской Федерации за исключением векторов, и в то время не было, не было ничего доступного в Казани. Здесь фундаменталисты КФУ нас поддержали, и 2 мая была прокапана антиковидная плазма. Да, технология тоже поменялась за этот год, чем раньше, тем лучше, но вы видите, что речь идет о более чем двух, а в нынешнее время двух с половиной тысячи доз. Это тот объем высокотехнологичных не только препаратов, но и технологий лечения, потому что в настоящее время мы комбинируем название этих лекарств, которые с первого раза даже невозможно иногда прочитать, и, наверное, технология заключается в том, что разному пациенту разный препарат и разные комбинации. Все-таки мы очень надеялись после, но, наверное, 2021 год у нас пройдет под эгидой вместе с COVID. COVID пришел к нам из Китая, но слово «кризис», написанное по-китайски, означает и опасность, и благоприятную возможность, поэтому, конечно, мы прошли и проходим через многие вызовы. Это уникальный опыт репозиционирования лекарственных препаратов вне всякой доказательной медицины, но он доказал свою эффективность временем. Это беспрецедентные вызовы, через которые мы проходим. Сейчас наш вызов – это особенности вакцинирования и формирования иммунитета у различных групп населения различными вакцинами в период продолжающейся пандемии. Это тоже непростая задача, как мы убедились. Ну и, естественно, сплоченность наших ученых, врачей, медицинского персонала. Искренняя благодарность всему тому коллективу, с кем мы проходим этот путь на протяжении 13 месяцев. Большое спасибо за внимание. Теперь у нас на очереди Накип Фосходдинович Каштанов, действительный член Петровской академии наук и искусств, отличник здравоохранения СССР. В воле судьбы мне пришлось работать с больными коронавирусом с марта 2020 года. Консультировал больных, они выздоравливали и выходили на работу, лечили без лекарств, питьевым режимом, обращались и знакомые врачи. Накопил определенный опыт работы. Выяснилось, что инфицированных людей 50% является носителями, поэтому вирусная инфекция распространяется быстро в связи с их постоянным общением между собой. Из заболевших 80% больных переносит его в легкой форме. Многие из них свободно общаются, распространяют инфекции. Поэтому важно соблюдение массового режима, что дисциплинирует людей. Защитные мероприятия от нового коронавируса четко разработаны в Казани, связанные с путями распространения. Самый частый путь распространения это воздушно-капельный путь, передача инфекции от человека к человеку, то есть при разговоре с собеседником. В помещении, в тесном пространстве, где скучно есть людей, например, на транспорте, лифте, вирус, находясь в воздухе, может инфицировать всех, если даже люди не общаются. Другие пути передачи инфекции в воздушно-пылевой и контактный путь. Вирус, попадая в окружающую среду, остается жизнеспособным в сухом месте в течение трех, во влажных семи суток. Важно проветерить помещение, необходима уборка с применением дезорстворов. Есть и другие важные пути профилактики коронавируса. Это полноценное питание, получающие сбалансированное питание, может реально бороться с вирусом. Нельзя забывать, если человек переутомлен, прехладелся или испытывает нервные стрессы, то в случае инфицированной болезни будет протекать тяжелее. Всемирная организация здравоохранения изучила мировую практику лечения коронавируса и на основе около двух миллионов умерших сделала заключение, что лекарства, которыми пользовались меры, антивирусные препараты РМДСВИР и другие, гидроксихлорохин и интерферон-альфа, не помогли людям. ВОЗ прекратил научные изыскания в группе лечения гидроксихлорином, потому что его применение не приводит к сокращению смертности среди госпитализированных пациентов COVID-19. А также гидроксихлорохин токсичен для сердца. Об этом сказано в российских рекомендациях. Прежде чем назначить его, рекомендовано сделать кардиограмму. Сразу возникает вопрос, почему, поскольку лекарство не спасает людей от смерти и токсичен, зачем он нужен? Где здравый смысл? Акцентурируй ваше внимание на гидроксихлороине, потому что больные по своему незнанию употребляют это лекарство. Были осложнения. В январе 2021 года консультировали больную. У нее обнаружили при фуллерографии небольшой очаг в легком. Жалоб нет, она уже здорова. Но в связи с записью рентгенолога в невольничном понимании в стадии разрешения женщина забеспокоилась и из-за боязни приобрела гидроксихлорин и Элегвиз 2,5 мг антикоуглиант. Опасные для жизни препараты, правда бесплатные. Убедили ее, что никаких лекарств ей не нужно. Больные так пользуются лекарствами по своему незнанию. Мною было замечено, что к 8 дню у многих больных проходит температурный кризис. К этому сроку завершается поражение легких. Вероятно, это связано с выработкой антитет класса А со второго дня болезни и класса М появляется на седьмые сутки от начала заболевания. В эти же сроки и позже могут появляться антителлажи. С этими связано выздоровление людей с выработкой иммунитета, а не лекарствами. В связи с вышесказанным скажу о мужчине лет 70-ти. У него была высокая температура, сильная слабость и подливость. Постельное белье хоть выжмли, менял несколько раз за ночь. Вышел из кризы печевым режимом, пил свежие соки, чай, компот и воду. Появились силы, аппетит. Он прошел КТ. Это в августе 2020 года. Выявлены поражения легких 17-23%. Это КТ-1. По результатам КТ ему рекомендовали приобрести лекарства 5 видов. Арбидол 9 или 4 раза за день. Арбидол, гриппферон, ингавирин, парацетамол, сифтриаксон по 1 грамму 2 раза за день 7 дней. Поскольку по записи рентгенолога имеются характерные хроновирусы двухсторонные вне больничной пневмонии, сифтриаксон начали делать. Успели сделать две инъекции. Жена больного позвонила именно в чем-то засменивались. Отменили все лекарства. Он выздоровел без ущерба для своего здоровья. Больному необходимо четко знать начало болезни. Если криз прошел, то человеку вообще никакие лекарства не нужно. Малые изменения легких рассосудов без лекарств. Если большой процент поражения, то может возникнуть необходимость восстановляющей терапии, что делается в больнице. Интересно то, что антивирусные препараты и их прием больным всегда запаздывает при всех вирусных болезнях, особенно при коронавирусе, поскольку больные обращаются за помощь чаще всего, когда им плохо. Это уже 34 сутки. Плюс инкуляционный период 5-6 дней среднего диагностика. За это время вирус уже завоевал свою территорию и поразил дыхательные пути. Это научно. Подумайте сами, есть ли смысл больному приобретать эти лекарства на авось? Надо это объяснить. Нас учили профессора более полувека назад, что антивирусные препараты могут принести пользу, если используются первые часы дни болезни. Образно говоря, прием антивирусных лекарств при коронавирусе это все равно что бить по хвостам. Это экономические ушеры и лекарства не безвредны для больного. Наукой доказано, что часть осложнений зависит от лекарств. По моим данным немало осложнений от отсутствия питьевого режима, потому что у больного нарушается кислотно-шелочное равновесие организма, нарушаются обменные процессы основы жизнедеятельности клеток. Очень важно и то, что больные пользуются гормональными препаратами неправильно, в частности дексаметазоном. Это тот самый препарат, назначаемый по международному стандарту польза и вред. Да, эти лекарства имеют мощные противовоспалительные действия, однако еще более сильные действия подавляют иммунитет против COVID-19. Если больной ими пользуются в активной стадии вируса, то болезнь будет прогрессировать. если будет пользоваться ошибочно, когда у него уже нет вируса, находясь среди больных COVID-19, то может быть повторное инфицирование, так как иммунитет подавлен. Такие больные обращались ко мне, у одного было, например, поражение легких 10%, стало 65% из-за сильной слабости начало пользоваться дексаметазоном. Это важно знать. Гормональные препараты вообще не показаны больным людям умеренной и легкой степени тяжести. В активной стадии вируса назначение их опасно и для тяжелых больных. Антикоагулянты рекомендуем больным со значительным поражением легких. Тяжелые больные в стационаре естественно получают симптоматические лечения и другие. Надежным лечебным средством является питьевый режим. Вода эликсир жизни. Пить надо кроме чая и супов не меньше 2-3 литров воды, особенно больной с высокой температурой. Воду надо пить часто днем и ночью каждые 3 часа. Если даже вовсе не хочется пить полной апатии, надо заставить себя пить. Ены могут появляться головные боли, недомогание, плохой сон. Будет мало мочи, нарушается гомостаз. Полезные тонизирующие напитки, крепкий свежий чай, кофе, возможно кому-то кардиамин, травяные чай, куриные бульоны, свежие соки моркови. Очень полезен чай с малиной. При сильной потливости капустный рассол лучше всяких лекарств. Питьевой режим, гвоздь борьбы коронавирусом и выздоровлением важен уход за тяжелобольными. Он часто представлен самому себе и должен бороться за свою жизнь. Но как? Представьте себя тяжелобольного, налить себя воды не может, сильная слабость, пить не хочет, апатия, вне и говорить не может. Может и воды у него нету. Сколько он проживет без воды и сутки не протянет. Чтобы у тяжелобольного были шансы выжить, надо обеспечивать его водой днем и ночью. И чтобы больной смог его использовать, важен уход. По моим наблюдениям, у тех, кто храпит, храпят и дети. Поражение легких более выражено, чем у тех, кто не храпит. То есть профилактика храпа тоже важна. Надо признать, что на сегодня нет лекарств одного коронавируса, кроме вакцинации. И прием лекарств является не всегда в пользу больных. Необходим дифференцированный подход, реальные знания течения болезни, чтобы не было лекарственного перегруза. Надо учить людей терпению, организм торопить невозможно. Питьевой режим это опыт поколения забытой связи лекарственным бумом. Апатия ко всему важнейший фактор, который может сделать больного человека жертвой болезни. Важно симптоматическое лечение. Специфические лекарства, как показало, лишь мешают выработке иммунитета. Пока не выработается иммунитет на вирус, болезнь не проходит. Это во всех вирусных болезнях, хоть золотые лекарства употребляй. Это факт. Спасибо за внимание. Спасибо большое. Накип Фасхудинович высказал нам такую жесткую точку зрения, касающуюся именно непредсказуемого действия лекарственных препаратов и важности питьевого режима. Большое вам спасибо за интересное сообщение. И теперь мы переступаем к последнему из таких довольно крупных сообщений. И выступит у нас Альберт Анатольевич Резванов, директор научно-клинического центра претезионной регенеративной медицины КФУ по теме иммунитет и COVID-19. Альберт Анатольевич? Да. Спасибо большое. Хотел бы немножко рассказать про то, тоже с фундаментальной точки зрения, про иммунитет, про COVID-19, про штаммы, которые сейчас появляются. Все слышали про страшные вирусы, которые шествуют по планете. Ну и, конечно же, по вакцинации, насколько вакцинация эффективна, в том числе и против этих новых штаммов. Как коллеги неоднократно говорили, в принципе, человек в среднем 5-7 дней может ходить уже зараженный коронавирусом, но при этом не испытывать никаких симптомов. В то же время в этот период он может заражать окружающих. Именно поэтому крайне важно соблюдать масштабный режим, потому что маски в первую очередь защищают может быть не самого человека, а окружающих людей от него, чтобы не дай бог не заразить окружающих инфекций. И если говорить о наличии вируса, то он примерно в течение недели после начала симптомов все еще сохраняется в организме человека. Конечно же, я говорю о средних сроках. И примерно в это же время через неделю начинают появляться антитела, то есть вырабатываться иммунитет против коронавирусной инфекции. Именно на основе как генома самого коронавируса, так и антител против него и существуют методы диагностики. ПЦР, полимеразная цепная реакция, это золотой стандарт, это метод определения наличия именно генома самого возбудителя, то есть это прямое определение вируса. И это наиболее чувствительный тест, он позволяет провести диагностику еще до появления симптомов у больного. В то же время, после того, как виремия проходит, после того, как пациент выздоравливает, геном коронавируса уже невозможно этим тестом определить, и, соответственно, после того, как человек выздоровел, невозможно сказать, переболел он именно коронавирусом или нет на основе этого теста. И здесь как раз помогают антитела. Это IgM, так называемые ранние антитела, или IgG, более поздние антитела, которые начинают формироваться через неделю примерно после появления симптомов и оставляют своего рода иммунологический отпечаток, иммунологический след в крови переболевших людей, по которым и можно оценить, переболел человек коронавирусной инфекцией или нет, была ли вакцинация эффективна или нет. Если говорить об иммунитете, Андрей Павлович уже начал об этом говорить в своем докладе, то есть два основных плеча иммунитета. Это гуморальные антитела. Антитела связываются с вирусом, то есть белками на поверхности вируса, и физически препятствуют проникновению их внутрь клетки. Либо же помечают вирусные частицы для других клеток иммунной системы, чтобы они его узнали и скушали. И клеточный иммунитет это когда появляются Т-киллеры, Т-лимфоциты, то есть специальные клетки, которые узнают инфицированные клетки в организме человека и уничтожают эти клетки. То есть по сути они выжигают базу, где вирус воспроизводится и тем самым тоже препятствуют распространению вирусной инфекции. По структуре самого вируса это по сути своей маленькая капелька липидная и на ее поверхности есть белки, против которых в общем-то и работают антитела. На данный момент существует множество штаммов коронавирусов. Это просто картинка, которая показывает, что уже почти тысяча штаммов описано разных коронавирусов. конечно, это не значит, что все они одинаково представлены. На самом деле основные штаммы, которые описаны, помимо исходного уханьского, который был описан в Китае, потом появился так называемый европейский штамм, можно даже так сказать, в котором одна из аминокислот на шпилечном белке изменилась. То есть одна аминокислота изменилась и это повлияло на способность вируса передаваться от клетки в клетку. Дело в том, что такой белок лучше прилипает к рецептору на поверхности клетки. И, соответственно, такой вирус становится более контагиозным, то есть более заразным. И именно поэтому на данный момент все штаммы, которые сейчас циркулируют в мире, все несут эту мутацию D614G. И в последнее время, скажем так, в конце лета 2020 года начали появляться еще более злостные штаммы, так называемый, например, британский штамм. В нем целых 23 мутации, которые отличают его от исходного уханьского штамма. Причем 17 из них ведут к изменениям на уровне белков. И здесь часть изменений опять-таки коснулась шпильчного белка, шиповидного белка, S-белка, и сделало его еще более липким, и вирус стал передаваться еще лучше от человека к человеку, от клетки к клетке. Именно поэтому сейчас, например, в Британии почти все выявляемые случаи коронавирусной инфекции связаны с британским штаммом. он по сути своей вытеснил исходный штамм. И безусловно, он более заразен, иначе он бы просто не вытеснил другой вирус. Но буквально вчера была опубликована статья в Nature, которая подтвердила, то есть британские ученые провели анализ статистически огромного количества пациентов и подтвердили, что действительно он может быть на 50% более смертелен по отношению к исходному штамму. И это очень тревожная статистика, что он и хорошо размножается, хорошо передается, и, к сожалению, более опасен по отношению к исходному штамму. В то же время есть еще южноафриканский штамм, где произошли еще дополнительные мутации, в том числе в шпильчатом белке. И здесь основная опасность связана с тем, что ученые начали задавать вопрос, они приведут ли эти новые штаммы к тому, что они станут устойчивыми к иммунитету, который был выработан либо в результате естественной инфекции, либо в результате иммунизации. Например, для того же южноафриканского штамма показано, что он менее эффективен, меньше реагирует на иммунитет, вызванный вакцинами существующими. Хотя здесь есть одно положительный момент, что все-таки антитела это не единственный иммунитет, который защищает нас от коронавируса. И клеточный иммунитет тоже эффективен. Ученые исследовали только исключительно нейтрализующие антитела. Но в то же время препараты на основе моноклональных антител могут стать неэффективны для этих новых штаммов, просто потому, что они все направлены на один и тот же участок шпилечного белка. Если говорить о вакцинах, то сейчас целая линейка различных вакцин есть в мире, и в России, и за рубежом на основе разных технологий. если взять основных лидеров, то в России это безусловно спутник В на основе так называемой векторной платформы аденовирусы 26-го и 5-го серотипа, которые несут ген шпилечного белка. То есть по сути мы не вводим готовый антиген, мы вводим инструкцию для клетки, для того, чтобы она синтезировала вирусный белок, и уже иммунитет узнает этот чужеродный белок и выработает как гуморальный антитела, так и клеточный иммунитет. Есть вакцина центра Вектор эпиваккорона, которая состоит из трех синтетических пептидов, то есть трех маленьких кусочков шпилечного белка, и это тоже позволяет выработать иммунитет у вакцинируемых. На подходе вакцина центра Чумакова, и это классическая технология, когда берется вирус в лаборатории, убивается, и вот этот убитый вирус уже используется для вакцинации людей. За рубежом же используются в основном технологии Pfizer и Moderna, это так называемые МРНК вакцины, когда инструкции для синтеза шпилечного белка вводятся не в виде аденовируса, а в виде уже готовой матричной РНК, которую клетка тоже узнает и использует ее в качестве инструкции для синтеза антигена, то есть шпилечного белка. Ну и, наконец, AstraZeneca на данный момент, конечно, это самая несчастная вакцина, потому что ее, как я считаю, необоснованно начали подвергать гонению во всем мире. У любого лекарственного препарата есть побочные эффекты и уже миллионы людей прошли вакцинацию. Естественно, даже если вводить физраствор, то на миллион людей все равно кто-то испытает побочный эффект и даже, к сожалению, может умереть. Это связано и со стрессом во время вакцинации и с сопутствующими заболеваниями хроническими. И здесь многие страны приняли решение приостановить вакцинацию, используя вакцину AstraZeneca на основании того, что было один человек умер и парочка людей, у которых были отмечены тяжелые побочные эффекты. Но доказательной базы, что это именно вакцина вызвало, нет. И здесь политики перестраховываются. Им легче показать, что они реагируют на угрозу для своих избирателей, чем проявить по-настоящему заботу о своем населении и защитить их с помощью вакцин, которые прошли все стадии клинических исследований. На этом спасибо за внимание и я надеюсь, что уже потом, если будут вопросы, мы это подробно обсудим. Минуточку. Подождите, пожалуйста, мы сейчас как раз перейдем к общей дискуссии, потому что это у нас был последний доклад, и мы решили, чтобы все вместе обсуждать, индивидуально задавать вопросы каждому докладчику. Но можете потом адресовать. Прежде чем мы приступим к общей дискуссии, у нас есть несколько человек, которые хотели бы очень кратко начать эту дискуссию и выступить со своими, так сказать, со своей собственной позицией. И среди них у нас есть Роман Александрович Пердихин, Архипов Ренат Николаевич и Ахмадеев Марсил Гумерович, а также Александр Андреевич Визель. И я просто попрошу по желанию кому-то начать. Может быть, к нам, кто уже присоединен в ЦУМ. Вот мы хорошо видели Александра Андреевича. Хотите, пожалуйста, стартовать нашу дискуссию? Могу я начать, если позволите. Александр Андреевич. Хорошо, да, уступаем место Роману Александровичу. Пожалуйста. Ладно, глубоко, глубоко, уважаемые коллеги, всем огромное спасибо за приглашение. У меня была даже презентация, почему-то впервые в жизни компьютер ее съел, но ладно. Хочу сказать, что, конечно, три клиники в Казани приняли на себя основной удар. Это инфекционная больница, РКБ и седьмая городская больница. Но, тем не менее, остальные больницы тем или иным способом столкнулись с этой инфекцией. Мы проанализировали, мы не были, конечно, ковид-центром МКДЦ, но больше тысячи человек с больных с коронавирусом через нас прошло. И на меня, как на заведующего отделением сосудистой хирургии, основная была нагрузка, к нам начали поступать пациенты с совершенно непонятными для нас тромбозами. И как потом через несколько месяцев оказалось, что коронавирусная инфекция, как здесь уже было блестяще представлено, это болезнь не только легких, но в частности и болезнь, которая дает серьезные сосудистые осложнения в виде тромбозов венозной системы, тромбоэмболии легочной артерии, артериальных тромбозов, ну и в итоге инфарктов. И все это приводит к полиорганной недостаточности. Частота этих осложнений в мире на настоящий момент точно неизвестна и докладывают самые разные цифры. Дело в том, что все исследования по этой теме очень разнородны. Исследования, которые проводятся на аутопсийном материале, на погибших от коронавирусной инфекции, показывают частоту тромбоэмболии до 45%. В первом это немец Вичман показал, потом китайцы аналогичные данные продемонстрировали. Разговор с нашими патологоанатомами, которые вскрывают приблизительно те же цифры, они говорят. Конечно, когда мы просто на стационарных больных проводим исследования, есть несколько шкал предиктивных и хороших исследований провели ребята, которые показывают, что частота тромбозов у стационарных больных на уровне 7-15%, а у амбулаторных пациентов, конечно, риск этих тромбозов существенно меньше и составляет менее 1%. Так вот, все ассоциации, которые имеют отношение к тромбозу, гемостазу и сосудам, дали свои рекомендации по антикоагулянтной терапии при коронавирусной инфекции, у меня была красивая таблица, могу вам сказать, что ни одна из этих рекомендаций с другой не совпадает. То есть и наша российская тоже, это 14-я рекомендация, она тоже совершенно не похожа ни на одну из применяющихся. Почему так получается? В принципе, мы ведь как медики действительно обязаны ориентироваться в первую очередь на доказательную медицину, но сроки очень малы и настолько опасна вот эта инфекция, что мы фактически находимся сейчас в военном положении и вот иммунологи, насколько я знаю, все эти вакцины называют вакцины военного времени, они до конца пока не изучены. Также точная антикоагулянтная терапия и постулаты какие? Ну, во-первых, антикоагулянтная терапия не нужна всем пациентам, которые заболели коронавирусной инфекцией, хотя это, собственно говоря, как эпидемия, мы все лечим своих знакомых, мы всех доктора, всем сотни звонков раздаются, все ужасно начали последние полгода бояться тромбов и умереть от тромбов и все лекарства, которые профилактируют так, ну, тромбы в кавычках, да, они исчезли из продажи. Ну, так вот, единственное, с чем не спорят практически ни одна ассоциация, это о том, что госпитализированным больным нужны низкомолекулярные гепарины. В различных дозировках, здесь мы не будем в это вникать. Потом пришли данные и мы их используем в своей практике и можем рекомендовать своим знакомым, что пероральные антикоагулянты это два лекарства, ревороксабан и апексабан, то есть, если брать это лекарство косорелт или ликвиз, допускаются даже FDA, и сейчас все ассоциации допустили для амбулаторной профилактики вот этих осложнений. И что еще сейчас? Вышло недавно мексиканское исследование, которое показало еще один хороший препарат солдексит, который для легких больных показал очень хорошие результаты в профилактике тромбоэмболических осложнений. На солдексит можно обратить внимание, так как это абсолютно безвредное лекарственное средство, практически не имеющее побочных эффектов, существенно снижает обладающие плеотропным эффектом и противовоспалительным антикоагулянтным. И четвертое, наверное, французы недавно провели обсервационное исследование, где показали, что если человек до того, как он заболел ковидом, случайно принимал антикоагулянты, например, фибрилляция предсердия у него была, мы знаем, очень часто они вот эти принимают пероральные антикоагулянты, так вот, оказывается, смертность и летальность у них снижалась практически в два раза. То есть все-таки базовый прием антикоагулянтов у этой категории пациентов приводил к более легкому течению ковида. В каком плане? Люди реже попадали в реанимацию, реже в реанимации погибали. И последняя позиция. Все сейчас спрашивают, когда после ковида можно оперироваться. даже легкая, если форма была болезни. Вот сейчас существует четкий ответ на этот вопрос. Проведено рандомизированное исследование. Оно, правда, не совсем так уж двойное слепое, но, тем не менее, около 6 тысяч человек включено. 7 недель очень четкий срок. После 7 недель можно делать операцию плановую, если предстоит вашему пациенту, и родственник спрашивает, нужно ли мне делать плановую операцию, ну, там, я не знаю, грыжу убрать или что-то такое. 7 недель. Операции до этого срока связаны с повышением риска летальности где-то в 4 раза вследствие тромбоинвалидических осложнений. Ну, и последнее, что можно сказать, необходимо все-таки, конечно, хорошо, когда естественные силы организма активируются, когда мы говорим, что воды надо пить побольше, но, тем не менее, все-таки необходимо нам опираться и на инструментальные методы обследования. И мы, вот как сосудистые хирурги, очень большое внимание уделяем такому показателю, как Дедимер, он достаточно доступен, это анализ, который показывает, в общем-то, универсальный уровень и воспаления, и тромбообразования. И вот Диана Эльдарна упомянула очень важную для нас тему постковидный синдром. Огромная масса людей сейчас приходит, переболевших коронавирусом, первая жалоба у них это гипертония, как я заметил, то есть чаще всего из побочных эффектов это гипертония, но тем не менее. У них повышен уровень Дедимера, и вот на них очень хорошо действует солдексид, в течение двух-трех месяцев приводит уровень Дедимера в норму. И, к сожалению, коронавирус затрагивает не только венозную систему, но и артериальную. Было у нас очень много женщин, которые перенесли коронавирус на ногах, не обращались они в стационары, и их привозили к нам клиникой острой артериальной недостаточности. Вот хотел привести снимки КТ, которых мы никогда до этого не видели. Аорту абсолютно интактных женщин безвредных привычек 40-45 лет на стенках аорты видны пристеночные тромботические образования и наложения. Они эмболизируют во внутренние органы, в кишечник, в почки, в ноги. И, конечно, вот это, с моей точки зрения, очень страшное осложнение коронавирусной инфекции. И вот таких вещей мы, например, в своей практике еще не видели, но здесь тактика по ним достаточно стандартная, низкомолекулярная гепарина в стационаре и потом выписка на комбинированной терапии, на пероральных антикоагулянтах в сочетании с улдексидом. Но и в целом все равно я хочу сказать, что, как говорят иммунологи, с вирусом нам повезло все-таки он оказался не такой злобный, как мы ждали вначале. Почему? Счастье, что появилась вакцина. Потому что, например, против вируса иммунодефицита человека до сих пор вакцины нет. А здесь все-таки вакцина есть. Поэтому, мне кажется, мы должны всех призвать провести вакцинацию, потому что это фактически единственный способ. Ну и показать, собственно говоря, пример. Коллеги, спасибо. Большое спасибо. Очень такие не совсем приятные данные по поводу осложнений и тромбообразования. Тем не менее, конечно, хотелось бы увидеть еще и перспективу применения каких-либо специальных препаратов. Вот низкомолекулярные гепарины, я так почувствовала, что вы к ним хорошо относитесь. Вот этот новый, тоже содексин, который снижает уровень дедимера. Но насколько это масштабный такой процесс, можно ли действительно широко так применять для профилактики даже, может быть, тромбообразования? Вы знаете, к счастью, есть все-таки предиктивные шкалы, потому что если каждый доктор начнет у нас лечить так, как ему подсказывает сердце, то мы зайдем очень далеко. И есть предиктивные шкалы, которые, в общем-то, показывают риск кромбоэмболических осложнений у больного, и ковид это частный случай, скажем так. И уже внесены коррективы в эти шкалы. Весь мир пользуется шкалой Каприни, которая показывает, какая профилактика пациенту нужна. Есть две валидированные шкалы для коронавируса, сейчас они в мире тоже опробированы. Одна называется КОМПАС COVID-19, а другая по-моему Voyager DD, могу ошибаться. Они показывают тяжесть течения коронавирусной инфекции и основаны они на трех китах. Первый это пол, второй коморбидный статус вносится туда в виде баллов, и третий лабораторный показатель. Как я уже сказал, додимер, фибриноген. И мы приблизительно можем оценить, кому нужно эти препараты назначать, кому не нужно. И поэтому если вы спрашиваете, нужно ли или не нужно, в мире в целом сейчас позиция такая, что просто при легкой форме коронавирусной инфекции, просто так антиагогулянты не нужны. Всем госпитализированным в стационар, это уже наши правила нездравовские, нужна профилактика тромбоэмболической инфекции, не потому, что это коронавирус, а просто человек лежит в больнице. Положено так делать. Естественно, если есть осложнение, тяжелая форма течения, там просто различаются дозировки. И при, как я уже сказал, при наличии изменений в формуле крови, желательно все-таки, вот моя позиция это применять ангиопротекторы такие, например, как солдексит или даже банальный аспирин. Он тоже, кстати, показал эффективность, правда, немножко меньше. Большое спасибо за хорошее разъяснение. И теперь у нас есть еще выступление, да, и мы предоставим слово Ренату Николаевичу Архипову, руководитель медико-биологического отделения Петровской Академии наук и искусств. Уважаемые коллеги, я просто немного несу изменения, значит, я один из основателей Петровской Академии наук и искусств. И поэтому Вадим Васильевич, мой воспитанник, значит, он один вице-президент и, соответственно, Петровская Академия науки, ну, впервые сделал прорыв в республике, ну, чтобы знать один ваш великий ученый, руководитель, менеджер Марс Михайлов был первым у нас академиком. Остальное уже не будем повторяться, а сейчас одно из самых сильных направлений в нашей академии является медицинская из гуманитарных. Что удивительно, значит, вот эти друзья, которые сидят передо мной, они сделали большой прорыв и, соответственно, Светлана Масельевна и Хоменко, значит, ну, и, соответственно, сделан прорыв вот в подготовке вот этого круглого стола. Значит, шли, очень интересно было, шли дискуссии, где проводить. Задача была у нас в Академии наук и в результате победила ваша правда. Мы оказались в вашем зале и, действительно, это прорыв в той, в той теме, которую мы сегодня с вами подняли. Ну, и, соответственно, конечно, учитывая того, что Вадим Васильевич ушел, мне уж приходится в какой-то степени говорить о и в итогах так. Я, прежде всего, ваш коллега, профессор кафедры, менеджмент социальной сферы, тоже имеющий отношение к медицине и так. Ну, и в то же время долгие годы работал в управлении человеческими ресурсами у Хохудиновой. Лет 7 после ликвидации нашей университета торговли российского нас присоединили к вам и мы с вами стали коллегами. И мне вдвойне приятно, что здесь вот сидит Фронина, одна из моих студентов, которая слушала мои лекции. Поэтому мы как-то собрались вот такой неожиданно в таком теплом столом. Но и при том вопрос такой серьезной важности. И вот многие ученые, в том числе и в Академии наук, считали, коронавирус это несерьезно туда-сюда. И вот в результате жизнь привела к тому, что это очень серьезный вопрос. Ну и, конечно, первое, что мне хотелось знать по вакцинам, это вопрос, я потом перейду, сначала по ПАНИ. Самое интересное, наверное, в том, что Петровская Академия наук и искусств это первая Российская Академия, что вы знали. Здесь у нас очень большой опыт работы, опыт работы и принимаются люди, которые занимаются наукой и искусством, особенно, значит, гуманитарных наук. И один из примеров опыта работы, награда, который ожидает врачей людей, людей труда, людей науки, людей искусства и, наконец, наверное, не только искусства, но и профессионала, так, ну, хотя бы взять фамилию Пирогова, вы, наверное, знаете. Других я уж в цель времени не буду перечислять. Здесь один вопрос серьезный, особенно, я требую, особенно у нас тех, кого мы подновили, мы старые гвардии, человек 15, которые получили золотые имена России в первом томе, значит, перестали, получили звание и перестали над собой работать. Мы сейчас как бы очистились, и идет новый набор, новый набор, а в новом наборе мы ставим задачу творческой работы, научной работы, и вот поэтому перед сидящими стоит просто вот проблема такая, как один руководитель, мы такую ставим, чтобы заниматься наукой. Спасибо, я должна извиниться, да, это у нас было выступление Марсела Гумеровича, правильно? Я сначала думала, что будет Ренат Николаевич выступать, но теперь мы поняли вашу позицию, конечно, в принципе, все очень рады, что и Петровская Академия присоединяется к этому важному направлению, и надеемся, что будут какие-то тоже интересные результаты в связи с нашими общими контактами. А теперь я хотела бы предложить теперь уже желающим задать какие-то конкретные вопросы, если таковые есть к любому из присутствующих. А если на сегодняшний вот момент таких прямых вопросов нет, то я бы попросить... Да, пожалуйста, пожалуйста. В чем разница вирус американского, российского, и почему идет такая политическая борьба? Когда начнется работа на экономику? Ну, прежде всего, это прозвучало у нас как раз в докладе Альберта Анатольевича, потому что существуют какие-то мутации, которые могут сделать работу антител по отношению к следующим поколениям вирусов или к следующим штаммам неэффективной. А что касается второй составляющей, вот как бы экономической, то я думаю, что в связи с тем, что будет проводиться настойчивая пропаганда вакцинации среди населения, постепенно вот этот критический момент будет преодолен, а без этого никак. И еще буквально хотелось бы, я никого не прерываю, хотелось бы ответить, ведь наш круглый стол его транслируют как раз в Ютубе, и тут заданы несколько однотипных вопросов, которые немножечко как бы смешны, может быть, для профессионалов, но тем не менее, я вот бы попросила нашего доцента кафедры микробиологии Зеленихина Павла Валерьевича коротенько ответить на парочку из них, а иначе получается, что мы будем игнорировать присутствующих по желанию, да, пожалуйста, Павла Валерьевич. Большое спасибо, да, очень было приятно всех послушать, и тут такой вопрос, не медицинский, биологический, и поскольку я коронавирусной темой достаточно активно очень так сильно интересуюсь, я на этот вопрос, думаю, смогу ответить и, скажем так, на поле коллег клиницистов не залезть. Интересуются, является ли коронавирус биологическим оружием, то есть был он создан человеком, или это все-таки природное происхождение, и тут я могу сказать следующим образом, пока еще не существует никаких научных оснований считать, что это биологическое оружие создано руками человека, в природе существует огромное количество коронавирусов, и не так давно тоже был целый ряд статей, копнули в сторону того, какие еще коронавирусы есть в природе, и в частности у летучих мышей, разморозили по всему миру десятки проб, которые были отобраны когда-то в пещерах и лежали в холодильниках, ну, где живут летучие мыши в пещерах, лежали в холодильниках, ждали своего часа, ну, вот час пробил, эти пробы разморозили, теквенировали, и обнаружили, что там существует огромное число еще неизвестных науки коронавирусов, очень похожих на тот, вот, который перешел к человеку в конце 2019 года, и тут я соглашусь, с уже высказанной фразой, нам еще очень повезло, что нам попался вот такой вот не слишком злобный коронавирус, который не обладает высокой контагиозностью, не сильно летальный, то есть, вот мы проходим проверку в таком еще лайт-режиме, поэтому, можно сказать, большое везение присутствует, и от себя, честно говоря, хочу высказать такое опасение, что вот, к сожалению, тоже наблюдая за всей ситуацией, несколько со стороны, очень, вот мне не нравится то, что происходит в том ключе, что очень медленно уходят из оборота препараты с неэффективностью, то есть, не только с недоказанной лекарственной эффективностью, а уже с доказанной неэффективностью, в частности, имея в виду гидроксихлорофин или тот же саму мифеновир, они против коронавируса неэффективны, но по-прежнему, они как сначала присутствовали в рекомендациях Минздрава по лечению коронавируса, так они по-прежнему и существуют, то есть, вот в этом направлении тоже, мне кажется, можно работу как-то попытаться что-ли усилить, что-то сделать, чтобы мы действительно, может быть, не имея эффективных препаратов, хотя бы не тратили ресурсы и время на распространение и производство препаратов неэффективных. Спасибо. Спасибо, Павел Валерьевич. Ну да, странно. Что же, это был короткий комментарий по поводу лечения Дональда Трампа, мы тоже следили как бы за этим применением новых антикетов. Интересно. Ну что же, если у ни у кого больше нет вопросов или желания такого высказаться, я позволю себе завершить нас круглый стол и сказать, что нам, лично, вот так сказать, фундаментальным ученым особенно было приятно услышать таких значимых медиков, которые работают не только в статистических каких-то там важных исследованиях, но и имеют опыт прям настоящей практической работы. И на сегодняшний день, конечно, дискуссия не даст нам однозначного ответа, типа, это мы будем применять, другое мы не будем применять. Такое невозможно. Тем более, очень противоречив вопрос вот по поводу этих первых дней приема. То есть, когда начались эти первые дни, когда человек заболел коронавирусом? Ведь мы можем ничего не знать, а когда начинается действие препаратов, уже поздно. В общем, нам, наверное, еще многое предстоит обсудить, и я надеюсь, что это наша встреча, вот как первый такой шаг к совместным дискуссиям. Она получилась с никомом, как первый блин, и, наверное, в дальнейшем даст нам возможность еще учесть новые знания, развитие науки, новые знания, терапии, и мы еще раз сможем собраться и обсудить все уже на другом уровне. Всем большое спасибо. Большое спасибо за внимание. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова